Всем привет! В первую очередь потребуется вот такой вал выдернутый из старого струйного принтера Отрежу небольшой отрезок В одном из торцов заготовки просверливаю отверстие диаметром 3 мм для того, чтобы не повредить деталь в патроне станка зажимаю ее через наждачную бумагу А с целью обеспечения точности сверление произвожу в несколько этапов то есть меняя сверла от меньшего к большему В последующем будущем в данное отверстие будет установлен рабочий инструмент А сейчас необходимо изготовить еще ограничитель Изготавливать его я буду из вот такой латунной из такого латунного прутка Хопа! Данная деталь будет иметь непосредственный контакт с щупальцами рук человека Поэтому для удобства выполняю накатку Конечно, мой станок уже давно просится на покой Еще сам товарыш Брежнев с его помощью точил для сковорода крючки Но, тем не менее, несмотря на всю ушатанность суппорта и прочих элементов кое-что все-таки можно сделать Полученный элемент запрессовываю на шток Сразу же установлю и рабочий инструмент Есть у меня вот такое количество поломанных фрез Вот такая она жизнь с ЧПУ станком Металл твердый, твердосплавный, я бы даже сказал Единственное, что необходимо заточить Разумеется, вместо обломка фрезы можно использовать, допустим, метчик Для осуществления заточки зажимаю фрезу в патроне борщ-машины Запрессовываю заточенную фрезу в отверстие в штоке Помимо указанного за кадром изготовил еще и ударник из латуни Опять же, для лучшей сцепки с руками с подушечками пальцев имеется небольшая перфорация Осталось изготовить только заднюю крышку Ну, крышка в кавычках слово Изготовить ее буду из вот такого алюминиевого отрезка кругляка Каких-либо серьезных нагрузок эта самая задняя крышка выполнять не будет и алюминия с точки зрения экономии вполне будет достаточно Вперед! С помощью, не знаю, как называется это сверло делаю небольшое углубление в одной из сторон Чуть-чуть марафета наведу чтобы инструмент не казался таким брутальным Все элементы готовы и практически собраны Осталось только установить пружину Лучше всего пружину выбирать довольно мягкую В сильно жесткой пружине смысла нет Принцип действия инструмента очень прост Устанавливаем в точку, где необходимо произвести кернение Поднимаем баёк и отпускаем Кернение получается довольно глубоким И его вполне достаточно для ровного сверления В последующем Отличительной особенностью данного кернера является то, что с его помощью можно производить кернение Очень тонких материалов Например, алюминий Толщиной 0,5 мм Для сравнения произведу рядом кернение с помощью вот такого китайского привычного для всех кернера Вот что происходит В большинстве случаев это недопустимо Если попробовать пластмассу Таким кернером накернить Она может просто рэпнуть С этим же Вероятность повреждения Сводится к нулю Рекомендую всем Пишите своё мнение в комментариях Жму руку Но посран Всего хорошего Пакета Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому